Ну, как тебе удобно, чтобы я тебе не мешал. Ты мне не мешаешь никак, только вот. Может, чуть-чуть спеть. Мадви, сделаешь чай. А, нет, зеленые. Ну, ничего. Харь Рам, Харь Рам, Харь Рам. Кришны, Кришна Хари Хари. Так, народ, если меня слышно, хорошо? Напишите, слышно или нет, потому что Я тестирую микрофон, и если слышно хорошо, то маякните мне. Ну, ага, окей. Ну, что, друзья, у меня есть для вас, как всегда, несколько новостей. Начнем, знаю, с плохих, а потом хороших. Первая плохая новость состоит в том, что в материальном мире по-прежнему большой дисбаланс и огромное количество демонов, которые пытаются пропихнуть свои фишки. Правительство Калифорнии хочет запретить Uber, потому что люди, экономику которых они опустили, сейчас почти все на машинах, и могут пойти хоть какие-то копейки заработать себе на Uber. Но, несмотря на то, что протесты можно ходить сколько угодно, кричать, орать, жечь, бить и убивать, ну, возить, заниматься извозом нельзя, потому что вирус распространяется, вирус, вирус через Uber распространяется. Вот, и тут отсюда два вывода. Первое. Как бы, ну, как бы, мы живем в мире, где ложь, она иногда прикрытая, иногда неприкрытая, сказано, голая правда и неприкрытая ложь. Помните эту историю Джибрана, в которой страх украл одежды красоты, да, страх был таким страшным-страшным-страшным, в страшных лохмотьях. И он, как бы, познакомился с красотой, которая была очень приятной, красивой девушкой, и в этот страх сказал, слушай, пошли купаться вместе. И пока красивая красота, наивная, как бы, сбросила свои одежды и поплыла, страх украл ее одежду и убежал. И с тех пор вот этот страх и ужас, нарядившись в одежды красоты, ходит по этому миру и всех кошмарит. А голая красота, она прячется, ее надо искать. Вот, поэтому истину нужно искать, красоту нужно искать. А вот эта ужасная, как бы, культурная составляющая, политическая, логическая, социальная, она всегда будет прикрывать свои черные делишки какими-то светлыми мыслями о борьбе за здоровье людей, о всеобщее, так сказать, права человека. Ну, по сути дела, мы видим, как у нас на глазах всячески пытаются лишить прав человека. Моя, конечно, лекция не политическая, а духовная, но в ее основе лежит та сегодняшняя реальность, которую мы имеем дело. И вторая плохая новость, но для кого-то она хорошая. Судя по всему, что оппозиционного российского политика Навального отравили в Томске, попил чайку там где-то как-то. И ему стало очень плохо в самолете, и самолет экстренный посадили, и сейчас он находится в больнице токсикологии. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы живем в мире, где интересы людей сталкиваются, и это как вулкан, который называется Везувий. Помните, мы говорили, есть прекрасный город Помпея, такой в Италии, очень красивый. А есть Везувий, замечательная такая гора, на которую можно залезть, сделать трекинг, погулять, поделать фоточки. Но только никто не знает, когда эта гора начнет извергаться. И поэтому жизнь человека всегда, это как жизнь, путешествие паукана Везувий. И картина «Последний день Помпеи», я думаю, что всем интересно, все ее помнят. И это ужас полуобнаженных красивых людей, которые не знают, в какую сторону бежать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сама природа этого мира такова, что мы смертные. Даже если все будет совершенно идеально, даже если нас повезут в очень чистую больницу, на нас одетом совершенно невинный памперс, никем не использованный до этого, и положат нас на реанимацию, лучшие врачи мира будут трудовать над нашей жизнью, мы все равно умрем. Поскольку стопроцентная смертность, мне очень нравится одна из наших групп, преданных, которые ведут стопроцентную смертность. То есть в этом мире физическое существование 100% закончится. Возникает вопрос, а можно ли из этого извлечь пользу? Как можно извлечь пользу из смерти? Веды говорят, конечно же, можно. Дело в том, что понимание того, что природа этого мира смертна, двигает человека к поиску бессмертия. Но, как говорит Гуру Махараш в своей книге про Пана Джованам, бессмертие должно быть позитивное. Помните, там был какой-то из богов, которого приковали к скале, и орел прилетал и клевал его печень. И суть такова, да, вроде бы как ты живешь очень долго, но у тебя проблемы с печенью. Это первое. Второе, то, что мы говорили с вами про Евгенику, и про то, чем хотят вот эти, те, кто запускают вирусы, экономические коллапсы, чем они хотят заняться вообще, зачем им генетика. Понятно. Нас они хотят сократить или поставить на колени, а для них генетика – это чтобы сделать себе жизнь тысячи лет. Дэвид Рокфиллер поменял 7 сердец. Представляете, 7 человек нужно было убить, потому что вряд ли я соглашусь, что Дэвид Рокфиллер захочет купить себе какое-нибудь сердце мотоциклиста какого-то. Нет, 7 человек завалили, чтобы сделать ему именно то сердце, которое подходит ему по генетике, по группе крови и так далее. Огромные деньги, но все равно он не дожил до 100 лет. Вот сколько тебе суждено прожить, столько ты проживешь. Вы скажете, ну, в нашей стране, в России, в Украине, в Беларуси люди вообще не доживают до таких времен. Конечно, потому что та пища, которую мы едим, тот воздух, который мы дышим, та вода, которую мы пьем, ребята, она настолько загрязненная, просто нам об этом никто не рассказывает. Но не, как говорится, выполнение каких-то вещей не несет ответственности на каком-то другом. То есть мы сами по своей природе, по своей карме попали в эти страны. Мы сами родились среди этих людей. Мы видим, что все то саморазрушение, которое произошло в нашей жизни, произошло исключительно по нашей вине. И поэтому мы говорили сегодня утром, первый принцип общества алкоголиков – это первое – признать, что у тебя проблемы. И мы должны также с вами признать, что у нас есть проблемы – смерть. Нас ждет смерть. Что бы мы ни сделали, какими великими, красивыми, молодыми мы не были в начале пути, в конце нас ждет стадия поддержания, увядания и смерть. И возникает вопрос, можно ли с этим бороться, нужно ли с этим бороться. Может, не нужно бороться со смертью, может, просто надо сидеть и ждать смерти. Веды говорят, нет, человек рожден не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы превзойти смерть. Рождение человека определяет неизбежность его физического конца, физического существования. Но это самое рождение может стать причиной, причиной, может быть, даже первым шагом к бессмертию. И что мы пытаемся сделать с вами? Сделать первые шаги к бессмертию. Но что такое бессмертие? Маркандея Муни, великий йог, описан в Шумадбхагаватам как величайший из йогов. Он был величайшим брахмачарей, который следовал наставлениям гуру отца. Он провел невероятные аскезы. Зимой он стоял в холодной воде, летом он стоял на жаре, разводил вокруг себя костры. Он там занимался кумбаками, пранаямами, стоял на одной ноге, поклонялся Господу. При этом нужно понимать, что йога без поклонения Господу – это просто физкультура. Он поклонялся Господу, потому что без воли Господа невозможно достичь ничего в этом мире. Поэтому надо, чтобы Господь это захотел, чтобы Господь это авторизировал. И поэтому я говорю, что то, что должно тебе прийти, тебе придет по природе. Но если Господь не захочет, чтобы это тебе пришло, тебе это не придет. Ни деньги, ни богатства, ни мистические силы, ни знания. Поэтому второй принцип, ну скажем так, прогрессивного мышления среди алкоголиков. Ребята, это алкоголики себе поставили такую фишку, общество анонимных алкоголиков. Первая фишка – я сам попал в эту проблему. Вторая фишка – она может решиться только с помощью меня и высшей силы. Если я удаляю понятие высшей силы, сам я не могу решить. Поэтому душа должна предаться Господу. Но предание Господу – это не предание какому-то врагу или чиновнику. Типа пойду, не пойду, сдамся, не сдамся. Нет, Господь – это милостивое, красивое, прекрасное, живое существо. Полное абсолютной любви, сопереживания и совершенства. Поэтому я называю этого Кришна. Он танцует и поет, он прощает. Это его главное проявление, его милости, природа милости. Не природа справедливости. Я вас за кошмар, я вас накажу, вы маленький, я большой. Это не природа Кришны. Кришна не включает эти рычаги до тех пор, пока речь не идет о демонах. Что касается закона кармы, это закон справедливости. Каждый получает то, что он совершил. Совершает он благие дела, он повышает благие последствия. Совершает плохие дела, получает плохие последствия. Этот закон кармы невозможно отменить. Конечно же, Господь может выборочно применять его. Почему? Потому что Господь одинаково хорошо относится ко всем живым существам. И к демонам, и к богам. Но к своим преданным, которые лишены материальных амбиций, Господь относится с огромной любовью. Дело в том, что боги и демоны в иерархии этого мира занимают положение тьмы и света. А взаимодействие тьмы и света, инь-янь, добра и зла – это всегда возможность отделить мух от котлет. Знаете, как говорится, смешайте дерьмо, и потом фракции отделятся. Одно пойдет вниз, другое пойдет в мир. Поэтому этот мир – это всегда отделение фракций. Потому что только через определенные обстоятельства ты можешь оценить добро. Если ты никогда не понимаешь, что такое зло, только добро, то как ты можешь жить? Помните историю Будды? Будда был рожден великим царем. По рождению он должен был стать наследником империи. И его отцу сказали, нет-нет, твой сын будет великим монахом, он будет великим садху, великим мудрецом. Отец сказал, я кшатри, я воин, мне нужен наследник, мне нужен монах в семье. Вы говорите, что мой сын будет великим монахом. Но они говорят, нет-нет, он не просто будет великим монахом, он пришел в этот мир, чтобы его как бы спасти. И он будет настолько великим, что только благодаря ему буду знать, что твое царство существовало. Можете себе представить, да? Есть такая поэзия Азимендий, где спутник идет по пустыне, видит там такую статую свободы. И там написано, когда-то здесь была великая страна Америка, тут были там автомобили Тесла, компьютеры Apple, там каждый человек мог ездить свободно. А он такой, типа, какая Америка, что, где, где. Через там, так скажем, 10 тысяч лет, да, там Аризонт. Пустыня засыпанная, какие-то там развалины городов. И нет уже даже костей, даже нет никакого напоминания. Даже баночки Кока-Колы нет, солнце сожгло, все как бы, понимаете, все пигменты выжгло. Поэтому единственное, что он видит, какую-то валяющуюся статую свободы. И там у ее ног написанная надпись. Это великая страна, смотри, он такой смотрит. Все эти виноградники, там долины, аэропорты, города. Он такие, какие города, какие города. Ветер уже развеял все эти города, да. Потому что бетон под солнцем, ребята. Какие-то там тысячи другие лет и все, ничего нет. Только археологи будут думать, а что здесь было, и гадать. Да, может здесь было это самое, а может здесь было то. Вот, поэтому такое бессмертие никому не нужно. Маркандея Риши обрел бессмертие. В итоге что произошло? Ему Брахма сказал, ну я не могу тебе дать полное бессмертие, потому что даже вселенная уничтожается. Ну я тебе дам пожить пару-тройку циклов уничтожения. Вот мы вчера были в Техасе и обсуждали. И риэлтор говорит, вот ребята, здесь в Техасе все используют белый камень и известняк, потому что это когда-то было дно океана. И действительно, когда ты едешь в Раджастане или копаешься в огороде, находишься ракушкой, ты понимаешь, в какой-то момент вода все затапливает, всю землю. И это описано в Ведах. Так вот, Маркандея Риши сказали, ну ты проживешь, ну не бессмертно, ну ты проживешь там, ну слушай, ну 100 миллионов лет, там это почти бессмертие. Да, там проживешь один цикл из четырех юг, который закончится частичным уничтожением. И вот 100 лет дует ветер, 100 лет жарит солнце, можете себе представить, там все ледники тают, потом эта черная страшная вода поднимается, становятся черные облака с Ямантакой, это то, что послал Индра на Кришну. И потом проливается ужасный дождь. И все, все затапливает, потому что ледники растаяли. Нет, вся планета, это только вода. Да, и не просто только вода, это еще происходит сотни лет. Эти черные облака льют черные дожди, и ты представляешь, и в это время цунами, огромные волны, ветра, и ты болтаешься в этом океане, а там еще какие-то крокодосы, бегемосы оставшиеся, например, какая-то жизнь еще до какого-то времени в воде присутствует. И ты такой типа, ой, я бессмертный, чувак, круто, круто, я как бы серфингуюсь, кто-то там синферкует миллион лет или сколько-то. И когда Маркандея Муни серфинговал таким образом, он понимал, бляха, муха, что я натворил, я даже умереть не могу, даже если я захочу, я не могу умереть, нафиг нужна такая жизнь. Вот. И вдруг он увидел маленького мальчика, который плавал на баньяновом листе. Этот мальчик лежал в свои стопы во рту. И Маркандея Муни понял, кто это такой, что это за мальчик? И мальчик такой втянул его в ноздрю, и Маркандея Муни пролетел через ноздрю, вообще вот сделать такой трип, как бы Маркандея трип называется, да? Кстати, на Берниг-Мене показывать его. Он пролетел через все миры, через все творения, через все бытие, и выпущен был через другую ноздрю обратно в океан. И мальчик подмигнул ему и сказал, «Ей, чувак, ты понял что-то? Что все существует в Господе, я Всевышний Господь, я одновременно могу быть самым маленьким и самым большим, одновременно я могу сжаться до меньше-меньшего и больше-большего. Все это мои мистические достояния. Все эти миры пребывают во мне, как бифидобактерии живут в кишечнике человека, так же во мне существует целая вселенная». И Маркандея Муни, будучи великим йогом, смог это увидеть и почувствовать. Но на этом дело не закончилось. Он продолжал болтаться в океане до тех пор, пока волны не вынесли его на остров. И Маркандея понял, что это за остров. Нет никакого острова. Не должно быть никакого острова. Все залито водой. И на этом острове он лежал без сознания, к нему подошла корова Сурабхи и напоила его молоком. И стала говорить с ним, типа, «О, говорящая корова, прикольно». И он спросил, «Где я?» Она сказала, «Слушай, ты именно в Адвипе». Я в Адвипе, а что такое «Навадвипе»? Ну, есть Швета-Двип, есть. На Адвипе есть три обители вишну, которые вечно присутствуют в этом мире. Верхняя Вайкунта, выше Брамалоки. Нижняя прибежище в адских мирах Ананта-Шеши. И такие обители, как Швета-Двипа, Навадвипа и так далее. И обители больше, но главные места. И он сказал, «Ты в Навадвипе». Это не материальный мир. Да, он плавает сейчас в этом параллельном плане бытия, но ты достиг божественного мира. И он сказал, «Это такой прекрасный мир. А что я должен сделать, чтобы достичь этого мира?» Потому что, совершая одни аскезы, можно подняться на одни планеты. Совершая одни практики, можно подняться на другие планеты. А он сказал, «А тут вообще другие расклады. Тут все по-другому работает. Здесь не рулит справедливость, это земля милости. Просто воспевая имя Гоуранки, поклоняясь Гоуранке, ты можешь достичь этого плана бытия, любви, гармонии». Вау! Вау! Круто! И, конечно же… Вот, и, конечно же, Маркандея был шокирован, потому что все это противоречило его логике, здравому смыслу. Потому что логика здравого смысла, ты приходишь в джим, тебе говорят, будешь подтягиваться сто раз, получишь это. Будешь отжиматься сто раз, будешь таким. Будешь делать вот это, получишь такой причинно-следственная связь. Каждое действие – противодействие. Но в мире любви и божественного сознания не существует этих законов. В мире любви управляет только любовь. В мире высшего сознания управляет только высшее сознание. И поэтому живые существа, они кишат в этих болотах материи, думая, что, знаете, как лягушка или как жаба, или как вот ты приходишь в какую-нибудь помойку сточных вод, там какие-то рептилии живут, они едят это испражнение, они такие классные, они научились их переваривать. Эти рептилии чувствуют себя королями этой помойки, они там сражаются друг за другом, это я буду сидеть на этой покрышке и греться на солнце, а вы все будете смотреть на меня. Но потом приходит какой-нибудь орел сверху, прилетает эту рептилию, цап когтями, а потом роняет ее на асфальт, она с разморженными мозгами становится пищей сначала для орлов, потом для мух, для микробов, для бактерий. И это и называется круговорот жизни в природе. Одни живые существа, тела одних живых существ становятся пищей для тел других живых существ. Вот, друзья, такая вот удивительная как бы мир, в котором мы с вами живем, и мы пытаемся в этом мире утвердить свое богатство, свое положение и так далее. Хотя с нас ждет смерть, и это не так, как ты за горами, да, поэтому, как сказал демон Вритра, не нужно бояться смерти, нужно бояться жизни бесцельно прожитые годы, как сказал Островский. Хочется прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И поэтому, друзья, эффективное использование времени, вот то, о чем идет речь. Время – это река, и мы только находимся в отрезке этой реки. И в этой реке есть глобальные камни, которые омывают эту реку, да, эти камни – это наши главные цели и задачи. Но если мы размываем эти цели и задачи, если мы как бы пытаемся все камни одновременно собрать и все камни использовать, тогда мы совершаем большую ошибку. И это я всегда говорю себе, потому что возникает вопрос, на что потратить свое драгоценное время, и какие результаты это произойдет. Потому что большее количество денег не происходит больше духовных результатов. Наоборот, обратно. Но при этом мы также должны поддерживать свое тело. На поддержание тела мы его поддерживаем не только деньгами. Деньги – это очень маленький элемент, да, даже имея все деньги, можно быть больным и еще психически больным при этом. Поэтому для поддержания нашего тела нужно для поддержания нашего ума, чувств и души. А для того, чтобы поддерживать свою душу, нужно понимать, что у души тоже есть пища, духовная пища. И если мы не будем кормить нашу душу каждый день, то мы будем болеть духовными болезнями. Поэтому поклонение божествам, священному дереву Тураси, воспевание святого имени, служение вайшнавам – все это является высочайшей духовной практикой поддержания не тела, не ума, а именно души. Но, друзья, чтобы душу как бы поддерживать и кормить правильно, мы должны с вами иметь веру. Потому что высшая духовная практика – это воспевание святого имени. Не существует ничего выше и равного, и даже близкого к этому. И невозможно сравнивать воспевое имя ни с пранаямой, ни с йогой, ни с чем остальным. Но чтобы воспевать святое имя, должна быть вера в святое имя, понимаете? Без веры невозможно воспевать. Или воспевание будет с оскорблениями. А вера – это очень-очень важное состояние души, которое передается от души к душе. Без блажен, кто верует, без веры невозможно жить в этом мире. Хочешь заниматься спортом – должен поверить, что ты это можешь делать. Хочешь учиться – сначала поверь в эту идею, а потом учись ей. Это не то, что «я верю, что я могу быть врачом». Ты поверил, что ты можешь быть врачом и стал врачом. Ничего подобного. Поверил, что ты можешь быть врачом и пошел в институт. И, может быть, потратил 20 лет. И стал не самым лучшим врачом, но стал врачом, потому что поверил. А если тебе посчастливится встретить настоящего врача, настоящего мастера, и ты скажешь настоящему врачу, а что делать, как стать врачом? Он скажет, ну, в институте тебе дадут, конечно, теоретическую базу, но они тебя врачом не сделают. Врачом тебя сделают только, если ты будешь работать под руководством мастера. И поэтому сначала есть теория, а потом под руководством мастера в госпитале. Начало врач, начиная с того, что там он выносит какие-то там утки с испражнениями больных, чтобы он не гнушался испражнений, потому что чем глубже он будет копаться в человеке, тем больше в нем будет слизи, грязи, испражнений, паразитов и всего остального. И поэтому веды говорят, туловище – это кожа, ногти, волосы, которые становятся пищей собак. Не потому что так плохо к туловищу относятся, а потому что когда в нем нет души, оно разлагается, ребята, оно тухнет очень быстро. Да, мясо протухло за буквально какое-то время, в нем появились черви, опарыши. Почему? Потому что другая жизнь захватила эту материю. Но интересный такой момент, что мы живем в мире лжи, где люди не хотят называть вещи своими именами. Если вы в супермаркете напишите «отдел трупов», там, труп коровы, труп свиньи, там, гниющий труп свиньи. А почему гниющий? Ну, потому что в холодильник положили, чтобы не гнил. То, конечно, никто не будет покупать это. Но если написать это «протеин говяжий», то есть не труп, не убитое животное, а говяжий протеин или такой протеин. Понимаете, да, вот сейчас в Америке протеин такой, протеин сякой. Я просто ем мясо, потому что мне нужен протеин. Не, братан, ты живешь трупы, а протеин можно получить из семечек тыквенных, из гороха. Кстати, гороховый протеин самый мощный, чтобы вы знали. Семечки тыквы, горох и чия. И кускус – это самые мощные протеины. Вообще считается природные. И недавно появился такой фильм «Ферст» в сети. Так немножко переключаемся на тему здоровья. Значит, там Шварценеггер и другие, там такие они все «вау». Оказывается, гладиаторы все почти были вегетарианцами и веганами. Типа, вот мы кости гладиаторов нашли, вот тесты, вот там специальные тесты показывают. Вот оказывается, все эти великие воины были вегетарианцами, веганами. У нас же не была специальная веганская диета. Фактически, можно сказать так, это была макробиотика, которая была построена на употреблении зерновых и каш. Ну, то есть, там чечевица, фасоль. Но, ребята, быки и слоны – самые сильные животные в мире, они вообще-то вегетарианцы, веганы. Да, то есть, и они как бы прекрасно себя чувствуют на вегетарианской диете, поэтому вау, вау, вау. Но в этом фильме затрагивается один возможный интерес. С каких пор люди стали жесткими мясоедами? Потому что, если мы будем брать любую фактически культуру, ну, кроме, скажем так, охотников, да, там, охотники-собиратели, то мы увидим, что многие земледельческие культуры, они не так много пищевую употребляли мясом, потому что они умели воздерживать и есть зерно, да. Не говоря уже о медической культуре, в которой употребление мяса было, нельзя сказать, что там не было употребления мяса, да, но кшатрии, там, войны, потому что действительно быстрый протеин. Но при этом нужно сказать, что большинство времени, большинство людей были все-таки вегетарианцами. И в этом фильме рассматривается такой момент, когда стали, как бы, вот эти вот кальюжные бойни, животные, это стали рекламировать мясо, стали консервировать колбаса, там, всякие там консервированные продукты, то есть консервированные трупы, консерванты внесли, и люди стали консервироваться тоже. Поэтому говорят, что сейчас современные трупы, они почти не гниют от этих вот мясоедов, потому что они законсервированные. Представляете, там, вы как раньше там огромные деньги фараоны тратили на то, чтобы их забальзамировали, а тут вы просто жрете Макдональд и умираете, не разлагаетесь. Прикольная фишка, да. Ну, там чуть-чуть червяки поели, но как бы даже червяки потравились и там проблевались от Макдональда. И там такой был прикольный момент, что показали, как вот бургер положили там на несколько лет в холодильник, а потом открыли холодильник, а там тот же самый бургер, он вообще ничем не изменился. Сочный, вкусный и полезный. Вот. И, ребята, ну есть лоббисты, есть мейнстрим, есть те, кто прокачивает табачные компании, есть те, кто прокачивает большую фарму, есть те, кто прокачивает бургеры. Поэтому мы смотрим в Америке, да, там жирные несчастные ниггеры с этими большими, огромными жопами, разъевшиеся на бургерах, потому что их кормят консервантами, да. Они знают, что там ниггеры. Кормите их ГМО консервантами, они будут рождаться уродами и быстро умирать, как бы, не доживая до пенсии. Это же всем выгодно. Рабочая сила, как рабы, да, поработал и умер. Этим занимаются транснациональные компании, люди в больших галстуках, улыбающиеся, образованные, да. Но они-то думают, мы же все-таки как-то должны жить, поэтому мы живем. Поэтому джива-джива-си-джива, она мир эксплуатации, мир потребительства. Это мир, в котором мы живем сейчас. Это не то, что он не был таким всегда. Всегда был мир в той или иной степени эксплуатации. Были рабы, были рабы. В Венах были рабы, были. И стоит только вопрос, как бы, пропорции в обществе, да. В римском обществе тоже были гастарбайтеры, рабы, были свободные граждане. Свободным гражданам было положено хлеб и зрелище. Потому что императоры поняли, надо делать бабло, завоевывать, эксплуатировать. Но народ надо кормить шоу-бизнесом и как бы дешевыми сэндвичами. Ничего не изменилось с тех пор. Поэтому что делают телевизоры? Смехатушки. Дебилы сидят и смеются. Помните, как остров дураков, там Незнайка попал на остров дураков. Там все катались на краучерях и постепенно становились ослами. А город назывался Лос-Паганас. Но при этом, как бы, коммунистический Незнайка, тупой коммунист, который приехал там в революцию делать, он тоже не мог ничего, так сказать, изменить в этом мире. Он мог только изменить себя. И там был такой прикольный момент в этой истории про Незнайку. Значит, там Незнайка, он рассказал, что у него ракета, в котором лежат семена. А у лилипутов все растения были маленькие, а у этих кротышек были огромные растения. То есть там уж клубника, так это клубника с огромный дом. И он типа замутил там этих местных инвесторов, олигархов, что надо, короче, поехать на ракету, и там мы достанем эти огромные семена, и вырастет огромная клубника там размером с дом. Представляете, какая прикольная идея, да? И там собирали бабки, акции. В общем, короче, типичная инвестиционная история. Потом, естественно, это общество гигантских растений прогорело. Ну вот. Но интересно, что первое, это происходило в Лос-Паганасе. Во-вторых, там была какая-то идея такая, вау, mind-blowing. Представляете, ааа, ты видишь там клубника размером вообще с пятиэтажный дом. Ты там разбегаешься, выгрызаешься в нее, сам как червь прогрызаешь там. Представляешь, такой как бы аттракцион там, типа, хотите пожрать клубнички, приезжайте всей командой, 40 человек, и каждый прогрызает со своей стороны, с компасом, встречаемся где-то в одном зале, выгрызаем зал, там сидим и так далее, а потом срем этой клубникой, как бы и счастливы. Аааа, день прошел, не случайно. Ну вот, прикольно, вам понравилось, как бы. То есть, идея, которая будоражит в маске человека, идея. Но в реальности, в реальности все немножко по-другому. Время, которое нам отведено, ограничено. Силы наши отведены, тоже ограничены. И главное, что мы должны понять, что, как мы делаем, какие у нас цели и задачи, куда мы движемся. Это всегда очень трудно, ребята. Я до конца не могу разобраться, что мне делать, сидеть там в Питере вместе с Притху Виджай Романом, или там помогать в Москве Маханчору, или там с Харидаси пасти коней, или с Хришикеши Махараджи жить в Абхазии. Я думаю, что, наверное, нет. Наверное, я должен поддерживать и Хришикеши Махараджи, и Харидаси, и Маханчора, и Притху. Но моя задача – это миссия. Но, наверное, я увлекся какими-то материалистическими вещами, потому что, может быть, в силу моего такого пассионарного сознания я подумал, что можно делать и это, можно делать и то, можно делать еще сто вещей. Можно. Но мы должны прийти к пониманию того, что это нам принесет. И поэтому мы регулярно с вами отступаем от нашего курса и пути. Но с другой стороны, мы на то и плывем на корабле Гуру-Дева, чтобы этот корабль направить, выбрать из нашего движения самое главное, самое важное – на этом сконцентрироваться, это начать делать. И тогда мы будем двигаться в мире Гуру-Дева. Но надо, чтобы еще команда вся это поняла, потому что некоторые думают, зачем вам этот махараш покупает что-то в Абхазии? А почему он сделал Крым? А зачем нам нужен замок в Украине? А чем мы делаем в Америке? Ребята, первое нужно понять. Чтобы сделать А, нужно сделать Б. Например, чтобы прилететь во Вриндавен в Индию, нужно понять, где этот Вриндавен, кому туда прилететь, на чем, как, где заработать деньги, как купить билет, на какой самолет есть, какой включить навигатор. То есть, понимаете, как говорит Гуру-Махараш, чтобы достичь чего-то абсолютно великого, нужно делать маленькие шаги. Например, раньше вставать на утреннюю программу. Великолепно, великолепно. Вторая ситуация. Чтобы раньше вставать, нужно меньше смотреть YouTube и меньше есть на ночь. Опа! Ты уже должен пытаться контролировать какую-то пищу, это тяжело. Сстремление ума. Молочка попил теплого, почитал книжечку или послушал духовное. Получается? Не всегда получается. Если тяжело пашешь, не получается. Хочется затупить ум чем-то для ума приятным. То есть, понимаете, очерпать блаженство и священное писание, это нужно, как бы, зарубиться на этом. Поэтому все эти вещи требуют веры и требуют того, чтобы тебя кто-то пинал. Ребята, никто не стал олимпийским чемпионом без тренера. Можно, конечно, заниматься спортом самому, но тренер, это команда, понимаете, тренер тобой занимается. Дай бог, чтобы тебя кто-то начал тренировать. Обычно вот у меня есть знакомый, у которого больная спина. Я смотрю, как он активно занимается спортом, йогой, по скайпу, его тренер тренирует, лечит ему спину и так далее. Я, конечно, думаю, если бы он дал мне хотя бы 10 долларов, я бы у меня лежит кучу бесплатных лекарств, которые спину вылечат. Но вопрос веры. Он верит в тренера. А я знаю, у меня такая же проблема со спиной, что этим ее не вылечишь. Ее можно поддержать этим, а вылечить ее нужно только по-другому. Но понимаете, когда у тебя болит твоя спина, потому что твоя спина болит, и ты платишь твои деньги твоему тренеру, тогда все нормально. А когда твой буру находится рядом, у него лекарства для твоей спины, ну, он же не просит деньги. Он же не говорит, я твой тренер за деньги. Он просто твой друг, который милостиво готов тебе решить все твои проблемы. Но понимаешь, вера. Вот. А чтобы он уверовал в тот метод, который я бы ему сказал, потому что я-то в этот метод уверовал через то, что я его вылечил в свою больную спину. Ему нужно меня послушать своего гуру, сказать гуру Дев. Вот. Я такой вот. У меня болит спина. Есть несколько вариантов. Я бы сказал, ну, знаешь, братан, честно говоря, я же не отрицаю, что ты должен платить и заниматься. Вот если ты так бы занимался осознанием Кришны, как ты занимаешь свою больную спину, ты бы давно уже нас бы всех на Галоке вриндавана ждал бы впереди нас всех пришел. Вот. Потому что каждый день религиозно ты совершаешь садхану, свою физкультуру. Ну, я тебе дам один совет. Дело в том, что когда у меня заболела спина, я понял, во-первых, это все карма, индийский доктор мне сказал, твоя спина от двух вещей болит, от головы и от жопы. Я такой, да. Он говорит, будем лечить голову, ну, будем только делать это через жопу. Я такой, опа, а это через жопу, нормально, мы все привыкли делать через жопу. И поэтому доктор мне сказал, он говорит, пока ты не очистишь кишечник и не выведешь токсины, твоя спина не пройдет. Я такой, опа, а как это? Он говорит, а вот в этом месте все нервные связи, а потом, когда я стал изучать йогу, это написано, а там еще и чакры и энергия, и когда через нижнюю чакру все идет, и спина начинает болеть именно в месте, где проблема с нижней чакрой. Ребят, понимаете, да? То есть, оказывается, проблема твоей спины и твое вожделение, гордыня. И доктор говорит, лечить надо все в комплексе, братуха. И пока ты не избавишься от ложной гордыни, а ты можешь от нее долго не избавиться, ну, по крайней мере, доктор говорит, но мы через жопу тебе все вылечим, мы же индусы, мы все через жопу делаем. Раз, раз, раз клизмы. Я думал, что клизмы огромные, а он такие вот маленькие масляные клизмы. Он говорит, огромные клизмы мы тебе будем ставить раз в неделю, а пока маленькие, чтобы... То есть, понимаете, все по чуть-чуть, поначалу. Вот. Я думал, а клизмы водой ставят? Он говорит, клизмы водой ставят, но они только чистят кишечник. А лекарства клизмы заводят через масло, дорогой друг. И масляные клизмы, они тысячу раз полезнее, потому что они именно лечат твою проблему. И он объяснил его, смотри, в жопу тебе вставляем клизму, вот здесь нерв воспаленный, вот масло через кишечник доходит до этого нерва, и его как бы лечат, расслабляет. У тебя перестает спазм. И вот, ребята, смотрите, я пришел в юридическую клинику с волочащейся ногой левой, а убежал оттуда через 21 день спортсменом. Но это еще ерунда. Другой индийский доктор мне сказал, с вами, зачем тебе платить бабки всем этим клиникам, врачам? Давайте я научу это делать самому. И он научил меня это делать. Показал, какое масло, как, чего, как. С тех пор я понял, что нет смысла платить, лететь в Индию, платить кучу бабок для клиники. Он сказал, это все ерунда. Ну, понимаешь, мы же тоже должны разводить вас, белых лохов. А вообще-то я тебя научу, ты же с вами, как бы ты не можешь всех по клиникам летать. Я тебе дам определенные фишки, приготовлю. А могу тебе еще показать, занимайся там йогой, пранаямой, вообще ничего болеть не будет. Я такой, опа. Действительно, лучше потратить в день, там, час-полтора на занятия своей физикой, и тогда ты не будешь болеть. Но это тоже, друзья, нужно научиться делать эффективно, понимаете. Но это нужно делать, это нужно делать час по часу. А если ты это не делаешь, то, извините, друзья, тогда ничего не получится. Везде нужен гуру, но гуру за тебя твою работу совершать не будет. Гуру за тебя не будет ни приседать, ни повторять мантру. Поэтому писание говорит, гуру дает мантру, а дрова для посвящения ищет ученик. А то такое ощущение, что а дрова, а а. понимаете, да? Гуру дает и команду. К сожалению, я пока еще не стал таким гуру, я пока еще дровами занимаюсь по большей части, но я близок к пониманию того, что трата временно, дрова, она слишком, слишком, слишком драгоценное время. Но посмотрим, друзья, все, всему свое время, поэтому я заканчиваю свой каст, у нас сейчас большое совещание, я сегодня через несколько часов вылетаю в Рашу, полечу через Турцию, просижу там 16 часов в аэропорту, будет время почитать книги, послушать лекции, вот, приеду в полуживом состоянии в воскресенье, наверное, к вечерней программе немножко отосплюсь, приду в себя и карусель по нашей, как бы, славной Родине, ну вот, но по крайней мере, буду также стараться ежедневно, вечером давать лекцию в инстаграме, вот, так что, друзья, всем поклоны, надеюсь, ваша духовная практика продолжается каждый день, запомните, каждый день, шаг по шагу, вода точит камень, поэтому по чуть-чуть, степ-бай-степ, ну, все будет классно, все у вас получится, так что увижусь со всеми, с кем увижусь, а с кем не увижусь, увижусь по интернету, а с кем не увижусь по интернету, всегда в моих молитвах я вас помню и надеюсь, вы будете помнить меня как своего слугу, человека, который помогает другим, помогает также и себе, и всему миру, всем поклоны, всего хорошего и до встречи!